Пиноккио. Жил-был когда-то столяр по имени Джепетто. Он жил один в своей скромной мастерской, окружённой часами и музыкальными шкатулками, сделанными из дерева, и мечтал о маленьком мальчике, который скрасил бы ему одиночество. Однажды он решил выстругать из полена куклу. «Я назову тебя Пиноккио», — сказал он. «О, как бы мне хотелось, чтобы ты был настоящим мальчиком!» И Джепетто пошёл спать. Пока Джепетто спал, появилась голубая фея и сказала. «Джепетто всегда был ко всем добр, поэтому я наделю Пиноккио даром жизни». И по мановению её волшебной палочки, Пиноккио стал живым. «Я могу ходить, я могу танцевать, я могу говорить!» Пиноккио ликовал. От этого шума проснулся Джепетто, и как же он был удивлён, увидя, что его мечта сбылась. «Ты живой, мой деревянный мальчик!» И счастливые они стали танцевать. Джепетто дал Пиноккио денег для того, чтобы он купил себе книги и отправил его учиться в школу. «Нигде не останавливайся по пути!» наказал Джепетто Пиноккио. Пиноккио радостно шёл по улице и повстречал одного мальчика. «Куда это ты направляешься со всеми этими деньгами?» спросил мальчик. «Я собираюсь купить себе книги и пойти в школу», ответил Пиноккио. «А почему ты не пойдёшь и не купишь себе вместо этого конфет?» спросил мальчик. Вдруг маленький говорящий сверчок зашептал Пиноккио на ухо. «Не делай этого, Пиноккио! Не слушай его!» Но Пиноккио не стал обращать внимание на сверчка и пошёл в конфетный магазин. «Разве тебе дали столько денег на конфеты?» спросила Пиноккио продавщица в магазине. «Да, мой папа хотел, чтобы я купил их», ответил Пиноккио. «Вдруг его нос стал расти». Когда он выходил из магазина, тот мальчишка быстро выхватил у Пиноккио конфеты и пустился на утёк. Пиноккио был обманут. Говорящий сверчок увидел, что у Пиноккио стало меньше денег и спросил его. «Куда подевались деньги, мальчик?» «Я... я потерял их», ответил Пиноккио. «Его нос вырос ещё больше». Пиноккио пошёл дальше своей дорогой и встретил лису и кота. Они сказали ему, «Эй, мальчик, бьёмся об заклад, что ты хочешь пойти посмотреть кукольное представление. Вот у нас есть один билет, и он будет стоить тебе всего пять монет». Пиноккио решил пойти. «У меня здесь пять монет. Мой папа сказал мне, чтобы я потратил их на развлечения». И опять его нос стал расти. Пиноккио пошёл в театр, но билет его оказался фальшивым, поэтому Пиноккио не пропустили на представление. Он отошёл в уголок и горько заплакал. Какой-то странный человек с длиннющей чёрной бородой увидел плачущего Пиноккио. Это был Стомболи, хозяин кукольного театра. Он был поражён. Кукла без ниточек. Он тотчас же пригласил Пиноккио поучаствовать в представлении. Пиноккио вышел на сцену и стал плясать, прыгать и петь, в то время как кукловод Стомболи работал с другими куклами. Зрителям это очень понравилось. Вдруг длинный нос Пиноккио запутался в ниточках других кукол, и представление закончилось под смех и аплодисменты толпы зрителей. После спектакля Пиноккио собрался пойти домой, но у Стомболи были насчёт него совсем другие планы. Он схватил Пиноккио и посадил его в клетку. «Ты теперь мой!» сказал Стомболи. В то время как Пиноккио плакал, появился говорящий сверчок. «Вот видишь, Пиноккио, если бы ты пошёл в школу, как наказал тебя Джепетто, ничего бы этого не произошло». Но сверчок решил, что Пиноккио заслуживает второго шанса, поэтому он поспешил к Джепетто и сказал, что Пиноккио нужна его помощь. Джепетто помчался к кукольному театру. Там он нашёл Пиноккио и освободил его из клетки. «Вор! Вор!» закричал Стомболи, бросаясь к Джепетто. «Это кукла моя!» Пиноккио, недолго думая, подставил Стомболи под ножку. Тот полетел кувырком и угодил прямо в коробку с куклами. А Джепетто и Пиноккио удалось благополучно убежать домой. «Ох, Пиноккио!» сказал Джепетто. «Посмотри на свой нос! Вот что случается с маленькими мальчиками, которые говорят неправду!» Пиноккио решил рассказать Джепетто всю правду, и тогда его нос начал уменьшаться. Он становился всё меньше и меньше и меньше. И вдруг он понял, что он больше не был деревянным, а стал настоящим мальчиком. Он жил счастливо с Джепетто и больше никогда не говорил неправды. Конец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok